Встреча министра иностранных дел Инала Арденба с членами общественного совета началась с обсуждения вопроса безопасности Абхазии, который встал особенно остро после начала специальной военной операции России в Украине. Призывы украинской стороны Грузии открыть второй фронт для России, которым может стать Абхазия или Южная Осетия, не могли не стать предметом беспокойства и обсуждения в обществе и политических кругах Абхазии. Женевские дискуссии прекращены, а значит и какой-либо официальный контакт Абхазии и Грузии. В этом контексте новая актуальность приобрел вопрос диалога между нашими сторонами. И тут в Абхазии существует два противоположных мнения. Официальный, который озвучивает Инала Арденба, что до подписания мирного договора ни о каких переговорах не может быть и речи. Грузия тратит 300 миллионов долларов на военные расходы, при этом не подписывая с нами соглашение о неприменении силы. Это тоже надо учитывать. Поэтому переговоры переговорами, но все-таки надо подписать на соглашение и признать Абхазию. Тимур Нодарая также выступает против каких-либо контактов с грузинской стороной, несмотря на многократное декларирование Грузии исключительно мирного пути урегулирования отношений. По мнению Нодарая, это политическое решение, продиктованное сегодняшними реалиями. Но если ситуация в мире изменится, может измениться риторика и грузинских властей. Там властей, которая сегодня находится в Грузии, она более хитрая, более умная. Я так считаю, она не права. Не за то, что за нас переживают, а не переживают за себя. Естественно, все сегодняшние власты помогают в Украине, туда ездят делегации, гуманитарную помощь передают в большом количестве. Но, как говорил Бисборг, оценивается не намерение, а потенциал. А потенциал – это 300 миллионов долларов в бюджетах, в два раза превышающий вообще бюджет нашей страны. И если вдруг так случится, что Российская Федерация будет кидать в удачу теперь, то единственная власть, возможно, свою позицию изменить. И сам вопрос о латвике второго фронта, к сожалению, на самом деле не снимается. А справедливо существует. Существует и альтернативное мнение, что контакт между странами должен быть. Но по поводу повестки, с которой абхазская сторона будет дискутировать с грузинской, на каких бы то ни было площадках, должен быть внутренний консенсус. Для того, чтобы мы могли смело эти свои предложения представлять нашим партнерам, мы внутри в обществе должны вести активный диалог по выработке этих концепций, и видень этой концепции. От того, что мы из послания, из концепции президента убрали слово по отношению к Грузии, ничего-то не изменилось. Мы должны, администрация президента, общественность, политики, должны активно обсуждать возможные пути взаимоотношения на разных этапах с Грузией. Эти наработанные документы должны лежать при ситуации таком, какой у нас план работает, при ситуации таком, какой другой план работает. То есть, вот это внутреннее согласие, видение внешней политики в конкретной сфере с Грузией и с возможным вариантом развития российско-грузинских отношений, они у нас должны быть разработаны и найден консенсус в обществе. Журналист Манана Гургуля также уверена, что прерывать и пресекать все контакты абхазской и грузинской сторон не полезно ни для внешней политики Абхазии, ни для внутренней. К большому сожалению, очень много вопросов, болезненных вопросов, требующих серьезной экспертной оценки, обсуждения решения, становятся предметом жесточайшей внутриполитической борьбы. Должны быть прочерчены какие-то красные линии, и это должно быть общим мнением, что вот за эти красные линии мы не идем, никто. Кто бы не пришел к власти. А иногда получается так, что ты слушаешь одну сторону, либо власть, либо оппозицию, и думаешь, если они поменяются местами, то против чего сегодня выступает оппозиция, а на завтра, будучи у власти, будет выступать за принятие этого решения. И наоборот, и вот в этой жесткой внутриполитической борьбе, и совсем не конструктивной, а наоборот мешающей развитию перспективам Абхазии, мы просто не можем продвигаться вперед и топчемся по любому вопросу. По словам Сократа Джинджуоля, в настоящий момент перспективы переговоров с Грузией нет, так как с той стороны нет желания признать нашу республику полноценной стороной переговоров. В Грузии мы готовы к диалогу, мы всегда готовы, но где, с кем, о чем? Скажите, пожалуйста, какую они повестку предложат? Меры доверия? Извините, мы такие меры доверия, которые в Афинах подписали и подписали в Ялте, мы не можем такие меры доверия, где написано, что мы должны ездить в Академию наук Грузии, там проходить практику наши ученые, если мы даже предложим переговоры с ними вести, они же не будут сами вести, они не будут вести с людьми, которые оккупированы. С Абхазией они ничего подписывать не будут, они уже заявили. Тимур Гулия, глава АРУА, уверен, что Абхазии необходимо готовиться к войне. По его мнению, никакие международные соглашения и поддержка союзников не помогут Абхазам в случае агрессии. Защищать свой дом придется самим. Рассчитывать на стратегических союзников в полной мере мы не должны. Мы обязаны и должны рассчитывать на себя прежде всего. В случае войны, дай Бог, чтобы его не было, конечно же, но лучше готовиться к худшему. По этому мы неоднократно заявляли с площадки АРУА, со съездов, о том, что необходимо готовиться, строить фортификационные сооружения, понять, сколько у нас резидивистов и так далее, и так далее. Вместо этого мы пытаемся вести какие-то диалоги в этом направлении, рассчитывая на нашего главного стратегического партнера и союзника, Белгородского народа России, надо рассчитывать на свои силы и возможности прежде всего. Все-таки нам придется воевать и нам придется проливать кровь. Мы должны воевать за нас, никто не будет это делать. А по мнению Максима Гвинджия, война – это то, чего Абхазия должна избежать всеми возможными способами. Для этого, по его мнению, не стоит зацикливаться на политике. На первый план должны выйти прагматизм и четкое следование национальным интересам. Для этого необходимо перестроить отношение к реальности и перейти от реагирования на вызовы к четкому планированию будущего страны. Что наша национальная безопасность? Вообще безопасность – сохранение, сохранение этноса. В случае войны, и мы видим по ситуации на Украине, не сейчас новые войны, не такие, как были 30 лет назад. Какое возможное количество потерь мы можем понести? И насколько трагичным будет это для нас? Возможно, в новой войне, если ее нам навяжут, мы победим. А какое количество жертв? И как это будет, эта победа, корренироваться с защитой наших национальных интересов и безопасности, когда мы потеряем большую часть репродуктивного населения? И когда каждый родившийся ребенок сегодня у нас на вес золота, мы дорожим уровнем рождаемости, который почему-то у нас пока никак не пойдет в прогресс. Поэтому война – это вообще неприемлемое обсуждение для нас. Мы должны сделать все, чтобы ее избежать. И никто нам не должен навязывать эту войну. Поэтому изначально вот это так совсем и точно. При этом строить военные фортификации обязательно. Но строить и экономические фортификации. Что нас может уберечь от войны? Это тесные инфраструктурные связи. Второй вопрос, который обсудили в медиа-центре Министерства иностранных дел, возобновление упрощенной выдачи гражданства России жителям Абхазии. По словам министра, по упрощенной схеме гражданами РФ могут стоять не все, а только отдельные категории. Соглашение предполагает упрощенную процедуру получения российского гражданства для определенных категорий граждан РФ, а именно для тех, кто на момент 26 августа 2008 года был беспособен и на гражданство РФ. Потому что именно 26 августа 2008 года – это точка, где мы для России становимся государством и приобретаем правосудивность. Процедура получения гражданства РФ не меняется. Затем члены общественного совета принялись за обсуждение вопроса ратификации соглашения по Пицунской госдаче. Особенной дискуссии не случилось, так как все сошлись во мнении, что четкая позиция по объекту была сформирована еще в 1995 году Владислава Мардзенба. Сегодня вопрос находится в юридической плоскости. Насколько соответствует текст соглашения 2022 года законодательства республики и возможно ли соблюдение всех пунктов договора без нарушения Конституции Абхазии. Для этого необходимо провести правовую экспертизу, считает большинство собравшихся. Как бы вы ни ссылались на документ Владислава Ардзенба, подписанный Геннадием Гагуле и российской стороной, мы не были признаны. Это не межгосударственный документ, дорогие абхазские политики. Он не был антифицирован еще на сколько раз. Он не межгосударственный, мы не могли быть. А он прошел вообще в комбине какую-то процедуру? Нет, он не мог пройти. Это просто подпись. И поэтому мы впервые в жизни говорим о межгосударственных отношениях. Они у нас вступили в силу после признания. И после признания все эти документы должны быть обновлены. И поэтому мы требуем от абхазского руководства, не от российского, а от абхазского своего руководства провести юридическую экспертизу в соответствии с нашим законодательством. Это запрос общества. В ходе дискуссии было принято решение обсудить вопрос вместе с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Это выведет обсуждение на новый уровень и поможет расставить все точки над «и».